предлагаю сегодня порисовать в технике правополушарного рисования для начала мы подготовим лист бумаги я вам предлагаю рисовать прямо пальцем хоть и взрослые люди но иногда пальчиковой краски тоже полезны для всех нас я даже нужно выходить за края так как эта техника правополушарного нужно слушать себя и мне сейчас наоборот хочется оставить пространство ставить такую рамочку поэтому я оставляю рамочку и не доделываю левой краской правополушаров как нарисование то рисунок как подсказывает сердце так дальше я тоже буду пальцем делать беру саму светлую краску и начинаю вот так вот писать вот будут у меня вот такие и вот здесь я хочу еще сделать вот у меня прям то что мне нужно чем хорошо рисование тем что у каждого человека выйдет то что должно быть у него так вообще у меня должен быть красный сейчас буду искать красный вот так вот так замечательно недостаточно и есть такое что нужно взять основные цвета это желтый красный и синий вот мне тоже получился фиолетовый ну в общем я от того что потихонечку отступать так ну что так и теперь я беру белый цвет и начинаю его вот так вот закручивать то есть белый на белом я его закончила такой вот розочкой можно закрепить принципе свой листок так вот такие вот если смотреть на рисунок у меня уже нравится принципе то что хочется и вот как раз вот эти вот какие-то лишние отпечатки пальцев я могу здесь постереть а могу их вот прям так закрутить вот так вот своими остатками краски тут краска который я беру и размазываю я могу сделать свою эту рамку которую я хочу видеть у себя на рисунке так теперь можно руки вымыть руки вымыть и начинаю рисовать я предлагаю вам нарисовать дерево но дерево будем рисовать необычно дерево будем рисовать верх ногами тоже так что подключить чуть-чуть мозг чтобы повеселиться и пошарить и так что будет будет нужно прежде всего найти верх и низ вот мне нравится что вот это верх а вот это низ я определила то есть я переворачиваю свой рисунок удостоверяю что это действительно у меня низ так и значит начинаю рисовать для этого беру коричневую краску и начинаю внести да так есть еще такое хорошее упражнение такой лайфхак как можно рисовать деревья постоянно рисовать букву у слишком много белого можно больше коричневого так и то есть если много воды чувствую я ее смываю вот такие кошки у меня получается что дерево начинает расти вот здесь можно я смотрю когда у меня становится достаточно по моему мнению могу перевернуть иран тут я чуть-чуть хочу добавить хочу добавить в логике так я тут вот так вот сделаю добавлю опору и начинаю чтобы добавлю цвета так смотрю что мне здесь хочется добавить она у меня какой-то падающим вот я думаю устраивает меня ты или не устраивает так вот здесь потока в рисовании но если что-то хочется то как раз это и должно быть идти в потоке когда вы идете за собой например здесь очень понравилось как протянулась беленькая полоска так ну что это можно очень долго делать играть с белыми полосками так сейчас я предлагаю сделать ему какие-то интересные вот например у меня будут не листва зеленые все таки хотя приготовлена зеленая краска все таки у меня будет фиолетовый снег допустим так а может даже пальчиками если у вас нет не отпугнет то что нужно помарать пальцы можно делать кисточкой вот так бусиной лапкой или просто можно очень хорошо делать сухой клеевой кисточкой берешь и начинаешь наносить не получатся такие руки чистые и на руки чистые и цвет дается такой очень интересный это же будет за пределами утери вопрос она будет у меня такой вот все как будто в тылке ну что и теперь последний штрих который может завершить нашу работу то что ветки не видны уже от моей фиолетовым под моим фиолетовым снегом не так страшно они там есть для меня это главное и так значит как будем делать попробуем новый способ делать обычно как делать снег беру чистую кисточку так хорошо замечательно добавляет много воды и кладут на панлец и начинают тоже тут не получается так она попробуем вот так откуда летит непонятно то ли с пальцем то ли так кстати очень даже интересно еще добавим на кисточку так вот эти набрызги набрызг они грубо говоря спасают любую картину если у вас тут не получается то набрызг любой краской спасет так ну что я конечно хотела бы остановиться и на белом снеге но у меня охота поисследовать и я делаю вот такой вот еще фиолетовый возможно это будет хуже но зато я что-то как хочется пусть так сказать если это потоковое рисование то нужно отключать голову но можно идти за так хочется ну что я бы еще конечно сделала желтый набрызг хочется какой-то такой вот поэтому я беру желтую краску уже на другой палец кладу так и начинаю так больше воды добавляю и начинаю у как много тут у меня смотрю в принципе сейчас этот рисунок высохнет будет тоже очень ничего я думаю детям однозначно понравится